добрый вечер ну или день смотря кто когда будет смотреть или слушать это видео добрый вечер добрый день мои любимые радиослушатели мы продолжаем с вами говорить про английский язык перед этим хотел бы вас поблагодарить за то что вы смотрели мой стрим очередной и задонатили это как-то даже было скажем прямо по-королевски порядка 3000 гривен вот и это значит что уже есть у нас возможность сделать подарок моей девушки на 8 марта чуть более интересно чем раньше ну что ж пойдем дальше будем говорить про английский язык я в предыдущей части закончил на том что я занимался с девочкой английским языком не только девочка с семьей и там занималась вся семья и в итоге получилось так что из всей семьи тот ребенок который тот человек до ребенок который начал заниматься в самом конце позже всех он всех обогнал вот такое вот бывает вот такое бывает странно но вот сейчас эта девочка она уже что она учит она уже в и герунди учила и даже насколько я помню perfect модальных глаголов тоже мы с ней уже проходили так но угадайте почему у ребенка вышло вот так вот взять и всех обогнать потому что она умница или вот два варианта ответа потому что она умничка или потому что папа дает ей извините за выражение пиндюлей не буду вас мурыжить вот естественно второй вариант подходит здесь уже чем 1 гораздо лучше действительно папа контролирует весь процесс и поэтому все у девочек хорошо если бы не контролировал то конечно все было бы по-другому вот у меня очень сколько у меня было как минимум три или четыре ученика у которых мама были психологами и которые позволяли своим детям что-то там решать в итоге ничего не получалось к сожалению вот нужно контролировать детей как бы там ни было ну теперь поговорим про особую боль моя особая боль это взрослая если вы видите что взрослый человек деловой идет с учебниками то знайте он или только начал учить или несет их на помойку эти учебники из 13 взрослых на финишную прямую доходит 1 к сожалению никто не вывозит конечно можно бесконечно делать вид что вы учитесь проверяя слова или обсуждая грамматику есть такая история когда приходит взрослый человек тебе заниматься он очень хочет быстро взять и выучить как он говорит английский язык он слышал очень много рекламы по поводу того что можно и за месяц и за два и за три вот и действительно надеется что у него все это получится к сожалению это так не работает вот и все взрослые они как бы нарадишь говорю там 95 процентов они не доходят до финишной прямой я не знаю как у других преподавателей я думаю что это может быть мой какой-то рок я думаю что у всех так кто-то не лукавит потому что но здесь не нормально там есть родители которые заставляют и ты пожаловался там отцу или матери на следующий раз уже ребенок знает материал а вот взрослый нет он временной найдет повод до найдет какое-то объяснение повод не сделать к сожалению но так все время и он себя оправдывает тем что он работает и т.д. и т.п. а вот что делать преподавателю вот в этой ситуации это очень сложно ответить на этот вопрос потому что по сути ты хочешь чтобы у тебя был ученик да ты хочешь заниматься с человеком это твоя работа ты не хочешь чтобы он ходил но блин удерживать его только за счет того что вы будете заучивать какие-то фразы ну типа как из разговорника и бесконечно учить грамматику которая по сути она очень важно конечно но по сути она не не даст вам каких-то навыков разговорных вот это очень такой скользкий момент да я понимаю что возможно вот так вот тянуть взрослого бесконечными контрольными то есть учить там present indefinite потом past indefinite там до фьючер indefinite ему будет приятно что он проходит эти стадии каждый раз до проходит на новый уровень да он будет думать блин да я действительно прогрессирую я ведь я знаю эти все времена но они не нужны если вы вообще ну не пытайтесь общаться говорить по-английски поэтому я всех своих учеников буквально заставляю говорить по-английски уже после того как мы берем второе время можно сказать английского языка это past indefinite только мы берем прошедшее время я уже заставляю людей что-то рассказывать что-то писать изложение потом выучивать их наизусть и т.д. и т.п. вот я но тем не менее это не работает со взрослыми это очень сложно они то фильмы не могут никакие рассказать ну в чем там прикол в том что люди у них жизнь эта рутина к сожалению вы все это знаете я это знаю я стараюсь конечно разбавить свою рутину каждый раз но немногие люди стараются поэтому когда ты задаешь какой-то вопрос человеку но он еще там первые два урока может что-то рассказать а потом уже на 3 4 все эти события не повторяются в жизни поэтому я стараюсь задавать людям чтобы они пересказывали фильмы книги и т.д. и т.п. что был какой-то материал о чем мы могли поговорить но к сожалению даже вот на этой стадии многие взрослые они уже не могут к сожалению так как его сказал и начинается вот это вот уламывание но пожалуйста но подумайте но придумайте 8 предложений всего лишь на русском не надо на английском писать вот да если получается написать эти предложения потом их переводе вместе потом их надо еще учить наизусть с этим тоже проблемы короче это просто какой-то тихий ужас если ребенку сказал сделай он делает выучи он выучил то взрослый по сути почти ничего из этого не делает как можно прогрессировать в этом я не знаю ну то есть рано или поздно взрослый человек он начнет понимать что вот у него не получается он начнет терять веру в себя с другой стороны тебе как преподавателю не хочется терять до грубо говоря клиента да и ты понимаешь что ну да тебе нужно дать какую-то веру человеку но с другой стороны ты живу пуш обманывать да если ты будешь бесконечно отдавать ему такое знаете успокоительное но она не будет вылечивать то есть она просто будет давать ему какую-то слепую веру в то что у него есть прогресс я-то понимаю в чем прогресс да я прогресс состоит в том что человек рано или поздно используя грамматику да он уже научится говорить и будет говорить прям осознанно он не будет пользоваться какими-то фразами из разговорника клише а будет действительно понимать что он строит какое предложение какое время он будет использовать и т.д. и т.п. но вот в этом дилемма состоит поэтому к сожалению видимо взрослую меня до конца многие не доходят ну что я стараюсь мне обманывать стараюсь не пролонгировать вот эти вот все истории конечно приходится надо подрабатывать психологом разговаривать рассказывать и самое смешное что по сути те люди которые дошли до нормального уровня так с нуля взрослые они переступили через себя у них был такой момент когда им тоже хотелось бросить когда они теряли веру в себя но вот они переступили они начали они поставили перед собой программу минимум и у них все получилось вот эта программа максимум наша она ну это очень большая ошибка мы все хотим выпить одну таблетку и не болеть мы все хотим пойти в зал и тут же там накачаться за две тренировки далее там накачать я пресс но это так не работает к сожалению вот она работает так ну есть какой-то эффект когда вы просто говорить себе ну я буду вот потихонечку буду себя заниматься потихонечку буду идти к своей цели без фанатизму и тогда действительно вы через некоторое время не психуете из-за того что у вас не получается что-то там выучить и быстро заговорить а вы с удовольствием как-то осознаете через некоторое время что вот а вот я у меня прогресс есть и отлично я дальше буду заниматься и все будет у меня хорошо такс но застряли мы здесь тут вообще на самом деле скриншот короткий а я вот так вот отвлекся и ушел такс что я здесь написал конечно можно бесконечно делать вид что вы учитесь проверяя слова или обсуждая грамматику таки да вот я уже про это сказал но это как прелюдия без секса никому это не надо может преподу надо что получить деньги да но финальная цель это изучение языка разговорная речь без ошибок но если по науке задавать дз или контролировать слова или неправильные глаголы хотя бы и заставлять говорить все приплыли но то о чем я говорил то есть когда ты начинаешь серьезно заниматься со взрослыми ничего не работает они ничего не делают я не говорю про какие-то огромные домашние задания у меня элементарно один ученик известный в городе человек отличный бизнесмен явно не глупый еврей учил 6 глаголов в течение ребят 6 месяцев до такое тоже бывает при том человек он был как корейка мог в голове посчитать такие суммы что мало не покажется неспособный нет фиг там он считал в уме такие уравнения что волосы дыба просто английский заканчивался тогда когда я переступал порог его дома и что ты сделаешь и человек верит то что он учит английский и знакомому хвалится ты задаешь домашнее задание контролируешь процесс проверяешь он начинает отменять да вот есть взрослых такая история отменять не сделал домашние первый раз он не отменил второй раз мужа стыдно знаете взрослые начинают копаться в себе 3 тоже он уже начинает отменять нормально такой по накатанной но я же работаю вот в итоге вы понимаете да как это может сказаться на эффективности что делать так в данной ситуации не задавать домашнее задание не проверять домашнее задание просто свистеть программатику но так он никогда не заговорит но это касается без исключения скажем так наверное всех взрослых очень грустная история и знаете что самое интересное что чаще всего хуже занимаются те взрослые которые чмурят своих детей что те не учатся вот уникальный случай да то есть занимается ребенок ты преподаешь ему у него есть результат через какое-то время да все хорошо но вот родители очень морят кто-то папа или мама а потом через некоторое время они начинают с тобой заниматься и ты видишь что они просто даже ну не вывозят даже 1 10 от того что делает их ребенок вот такая вот история тебе что сложно выучить текст спрашивают они у детей когда ты уже заговоришь а сами вообще по нуля так сейчас любой мой взрослый бывший ученик если прочитает может подумать что это про него но это почти про всех и не про кого лично обидно что что меня находят чтобы взять знания но никто их не берет к сожалению есть такой вариант дети берут но в основном если строгие родители и если есть контроль без кнутая пряника система с детьми работает лишь в одном двух процентах то есть почти не работает вот есть еще такой нюанс очень самое грустное терять взрослого ученика у которого получалось и который умница и много сил вбил и и как бы действительно у него есть результат и память великолепно и айкью на высоте и ты знаешь рано или поздно он заговорит и пятерки по всем контрольным да такое тоже бывает представляете со взрослыми вот но есть такой тип взрослых который копается в себе очень сильно глубоко и начинает извините за слово ныть вот и люди вот эти да вот эта категория людей они лучше занимаются чем все остальные но они начинают себя грызть и сгрызают себя до такой степени что в итоге они отказываются перестают заниматься это тоже очень забавная история у меня было ну таких человек 56 как минимум шикарно контрольная 5 все на 5 но они начинают себя вот как-то вот истязать рассказывать что у них не получается что они хуже всех а вот как остальные а вот у других память лучше а вот я хуже вот и это прям ну так нелепо когда ты видишь что у человека все отлично что он блин но прогрессирует а он себя грызет и в итоге просто но у него ничего не получается только из-за того что он себя грызет вот ну вот да это мой ученик я кстати здесь в скрине про него написал имя зашифровал у него была мама шикарная женщина дизайнер и вот это было в 2008 году вот она сейчас живет в сша вот и и что ну и грустно что так получилось что она закончила а вот мой ученик его мать да со мной занималась тоже он тоже сейчас живет сша красавчик ну и закончим насколько помню университет лиги плюща как взрослому учить язык самое главное не ставить программу максимум вот то о чем я вам говорил типа все сейчас пойду в зал и стану качком через месяц не станете вы уже обречены вы взрослые которые собираются учить язык но который не хочет учиться ставьте программу минимум не очаровывайтесь собой чтоб потом не разочаровываться и не психовать и бросать отнеситесь трезво к себе и занимайтесь ради удовольствия вы будете ожидать меньшего и получать столько сколько ожидаете или больше и вам это будет в радость до тексты придется учить но разбейте их на 35 предложений и учите так слова тоже выучите не потом сразу всю тетрадь а хотя бы 5-10 слов потом случае со взрослыми не наступает никогда язык это не зала его не видно вас встречает по одежке и вашей форме поэтому вас были больше стимула ходить зал чем добить те слова или текста но по сути язык с вами остается навсегда пресс зарастет жиром вот на этом мы остановимся блин здесь только еще скриншотов я просто даже не знаю стоит ли продолжать записывать эти видео потому что и я вижу что может быть не особо всем интересно напишите в комментариях если вам интересно я продолжу если нет то закон закончу потому что но не знаю здесь на миллион частей выйдет прям действительно надо было издать книжку из того что я здесь написал и отскринил но вам всего хорошего пишите комментарии подписывайтесь на канал если вы еще этого не сделали до следующего видео до следующего стрима стрима я веду по воскресеньям стараюсь не пропускать поэтому если у вас будет желание заходите на огонек пообщаемся ну а пока до свидания до новых встреч всего хорошего мирного неба над головой